Приветствую, друзья. Путин снова грозит миру ядерным оружием. Можно ли повысить скорость решения стоящих перед нами задач? Можно. Но это прямо пропорционально с потерями. И понимая свою ответственность, я все-таки исхожу из того, что предлагает Генеральный штаб, Министерство обороны. Скорость – это важно, но еще важнее – забота о жизни и здоровье наших ребят, которые воюют на фронте. Невольно возникает вопрос – это шантаж или применение ядерного оружия реальная перспектива? В целом, риторика Путина очень похожа на доктрину ядерного шантажа, которая является важной частью всей военной доктрины страны. Ключевым элементом этой доктрины является психологическое воздействие на противника, а именно демонстрация решимости повышать градус эскалации до тех пор, пока не будет остановлена гипотетическая агрессия или не будет заключен мир на удовлетворяющих Россию условиях. Само же применение ядерного оружия уходит на второй план. Как бы это забавно ни звучало, но ядерное оружие в ядерной доктрине не главное. Оно лишь последняя ступень эскалации, до которой предположительно не должно дойти. Российская ядерная доктрина в случае чего может быть и изменена. Но если дойдет, то сначала применяется тактическое ядерное оружие в расчете, что противник не рискнет отвечать или ответит конвенциональным оружием, и война не перейдет на новый уровень, уровень тотального уничтожения. Путинская тактика ядерного шантажа рассчитана, что Запад испугается последних ступеней эскалации. Но что если шантаж Путина не сработает? Что если США ответят? Посмотрите, это одна из самых страшных фотографий в истории человечества. Вот это пятно – это тень, которая осталась от человека в результате воздействия ядерного взрыва. Эта фотография была сделана в японском городе Хиросима после американской бомбардировки в августе 1945 года. Последствия этого оказались столь ужасающими, что десятилетиями у крупнейших стран хватало ума не только не использовать ядерное оружие, но и даже не угрожать им. Долгое время ума хватало. А затем наступило второе десятилетие путинского управления. Путин, Медведев, Володин, Симонян, Соловьев, Караганов, Киселев, Картополов. Я специально попробовал нагуглить всех чиновников и пропагандистов, кто за последнее время призывал к использованию ядерного оружия. Сбился со счета. Зачем мы ждем контрнаступления? Использовать тактическое ядерное оружие? Это всего лишь один пуск, Борис, а Англии нет. Раз и навсегда. Зачем заигрываться? Ребзя, как у твоего двора, да? Если вы это не прекращаете, то мы сейчас в ноль часов наносим удар вот там-то, там-то. Оставляем за собой право это сделать. Что в случае, если что-то подобное произойдет, для них всех там одномоментно наступит судный день. В нашей стране есть чем ответить. Есть самое современное, высокотехнологичное оружие, равным которому нет. Если мы жестко не пойдем по лестнице эскалации и не будем готовы применить ядерное оружие, мы обречены. В этом случае они получат ответ несоизмеримый с возможностью дальнейшего существования вообще их государства как такового. Хочется буквально заорать. Люди, вы вообще в своем уме? Вы вообще понимаете последствия таких идей? Вы еще предложите в небе над Россией термоядерную бомбу взорвать, чтобы всему миру показать, насколько вы безумны? Ой, простите. Маргарита Симонян это уже предложила. Если произвести в сотнях километрах на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, например, ядерный взрыв, то ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Ни ядерные зимы, которые все боятся, ни чудовищной радиации, которая умрет всех, убьет всех вокруг, а кого не убьет, те умрут в течение 10 лет от онкологии. Этого ничего не будет. У меня есть ощущение, что Путин и его обслуга просто не понимают, насколько самоубийственны их призывы. Вот, например, когда Медведев говорит, что Россия может нанести ядерный удар первый, он отдает себе отчет, что за этим последует. Вы сказали, что Россия никогда не применит первое ядерное оружие, но, знаете, это не совсем так. А последует ответный удар по России. Можно посмотреть, что будет, если в столицу нашей Родины прилетит стоящая сейчас на боевом дежурстве американская баллистическая ракета «Минитмен-3» с ядерной боеголовкой в 350 килотонн. Это сразу 300 тысяч погибших и 850 тысяч раненых. Любой, кто будет находиться в радиусе 800 метров от взрыва, с вероятностью в 90% погибнет. На расстоянии 3 километров шанс выжить только 50%. Почти вся Москва окажется в зоне поражения и воздействия тем или иным количеством радиации или ударной волны от взрыва. Множество людей сгинут в огне или погибнут под завалами, а те, кто выживут, скорее всего, получат многочисленные травмы и значительные дозы радиации. Выжившим придется столкнуться с радиоактивной пылью, опасной для здоровья, в течение еще нескольких недель. Или с зараженными радиацией продуктами. Над землей поднимется столько пыли, дыма от пожаров и выброшенных в воздух твердых частиц, что на время скроется солнце. Вот думает ли об этом Маргарита Симоньян с улыбкой, рассуждающая о перспективах ядерной войны? Вот самое невероятное, что в конце концов все это закончится ядерным ударом, мне представляется все же более вероятным, чем вот такое развитие событий. К ужасу моему, с одной стороны, с другой стороны, к пониманию, что, ну что, значит так. Но мы-то в рай. Да. А они просто сдохнут. Готов ли Владимир Соловьев прятаться по подвалам в поисках еды и воды на том месте, где раньше была Москва? Тот Соловьев, который, кривляясь, призывает к ударам ядерным оружием по Польше, Франции и Великобритании. Если мы знаем, что в городе стоят танки, готовые к отправке в Россию, или если мы знаем, что в городе находится нечто готовое для отправки к войне с Россией, или в городе Сент-Руа-де-При, то не должно быть там никакой техники в результате нанесения ударов. Но если надо, не ядерным, а если понадобится, то и тактическим ядерным. Но главный вопрос. Готов ли Путин нажать красную кнопку? На этот вопрос нет институционального ответа. В документах Генштаба есть, например, такой сценарий применения ядерного оружия. Сдерживание государств от применения агрессии и эскалации военных конфликтов. Недавное разрешение Украине бить по территории РФ с западным оружием подходит под этот критерий. Или еще одно условие для применения России ядерного оружия. Предотвращение проигрыша российскими войсками, сражений или потери территорий. Это прямо подходит под ситуацию с освобождением Украины Херсона. И в одном и в другом случае ядерного ответа, как вы заметили, не последовало. Как не последовало и вот тогда, когда, наплевав на путинские угрозы, Запад вмешался в конфликт в Украине. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, Должны знать, что ответ России будет незамедлительным. И приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Какое-то время назад я делал видео про вероятность тотальной ядерной войны. И мой вывод был, Путин не начнет такую войну, потому что очень любит жизнь. Свою жизнь, конечно, не вашу. Чтобы ее обезопасить, он пьет из отдельной посуды, сбрасывает отходы в спецчемодан, Сидит за шестиметровыми столами и окружает себя кордонами ФСО. В его планы удовольствия явно не входит пункт начать войну на уничтожение всего мира, Лишь бы дать отпор проклятой НАТЕ. Такую войну, в которой неминуемо погибнет и он сам. Восемь раз с начала войны Путин публично объявлял, намекал, рассуждал о готовности ударить, пока не ударил. Но означает ли это, что он никогда не решится на использование ядерного оружия? Я не считаю, что у него есть какие-то моральные или гуманистические ограничения. Если Путин будет считать, что использование ядерного оружия принесет выгоду и не приведет к его личной смерти, он нажмет кнопку. Есть ли у него такой план? Возможно, что есть. Правда, этот план не учитывает нас. Да, и нас, и вас, граждан России. Мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут. Так вот, в рай он собирается отправить не себя. Путин грозит миру тактическим ядерным оружием. У нас наше тактическое ядерное оружие в три раза мощнее, в четыре, чем использованные американцами бомбы против Хиросимы и Нагасаки. В три, в четыре раза. У нас по количеству их в разы больше. И на европейском континенте, и даже если американцы привезут свои из США. У нас все равно в разы больше. Но если дойдет, не дай бог, что бы очень не хотелось, я перекричусь, то тогда, вот вы сказали, мы сократим жертвы, но они могут возрасти до бесконечности. Это первое. А второе, конечно, эти же самые европейцы должны будут задуматься, если те, с кем мы будем обмениваться такими ударами, не будут существовать. Вяжутся ли американцы в этот обмен ударами уже на уровне стратегических вооружений или нет? Я очень сомневаюсь. Знаете, в чем его расчет? Тактическое ядерное оружие не подразумевает тотальное уничтожение человечества. Ну, то есть, даже если Запад решится на ответ, то погибнут не все, только те, у кого нет бункера. На территории нашего государства противник нанес ядерный удар мощностью 10 мегатонн. Вот у вас есть свой бункер? Нет? Тогда извините. Вам не повезло. А у него есть. Похоже, что использование тактического ядерного оружия не является для него полным табу. При обмене такими ударами он планирует выжить. Ну, а то, что при этом сценарии значительную часть граждан России ждет мучительная смерть или жизнь на зараженной территории, его мало волнует. Путин любит прикрываться интересами граждан, обещать сделать их жизнь лучше, благополучнее, но в реальности его волнует только личная безопасность и его собственная жизнь. Конечно, путинские угрозы не стоит воспринимать буквально. Они не означают, что завтра он ударит тактическим ядерным оружием по Украине или Западной Европе. Он все-таки не до конца уверен, что Америка не ответит на это стратегическим ударом или не поставит перед собой задачу по физическому устранению Путина любой ценой. Да и старшие китайские товарищи недвусмысленно запретили Владимиру Владимировичу использовать ядерное оружие. Однако, несмотря на это, каждый раз, когда Путин и прочие идиоты машут ядерной дубиной, они пусть чуть-чуть, но увеличивают вероятность ядерной войны. Счастливо вам! Наша страна точно заслуживает лучшую власть, чем эта. Счастливо вам! 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 Счастливо вам!